Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коронавирус продолжает буйствовать на территории автономии региону. Безусловно, необходимо оказать поддержку в борьбе с опасным заболеванием. Об этом говорил полномочный представитель президентов ДФО Юрий Трутнев в ходе. Заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Полпред взял на личный контроль ситуацию с распространением инфекции в еврейской автономной области, где отмечается особая неблагоприятная обстановка. К ним уже до конца текущей недели выйдет бригада из представителей Роспотребнадзора. Работники полномочного представительства президента Российской Федерации будут разбираться, что делается не так, что делается неэффективно, в чем помочь. Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору усилить меры по борьбе с коронавирусной инфекцией на Дальнем Востоке и обеспечению уровня вакцинации населения, достаточного для достижения коллективного иммунитета. Ольга Тимченко, Новости 21. Приводить в порядок дорожную инфраструктуру продолжают в еврейской автономной области. Так, накануне приняли еще три объекта в Бербиджанском муниципальном районе. Напомним, что по требованиям безопасности все населенные пункты должны быть оборудованы тротуарами и уличным освещением вдоль автомобильных дорог. На сегодняшний день уже закончили укладку пешеходных дорожек и установку фонарей в селах Старый аэропорт и Головино. Подходят к концу аналогичные работы и в селе Желтый Яр. Повешены сейчас светильники, новые энергосберегающие российского производства. Эта работа выполнена, можно сказать, в срок, качественно. Уже состоялась промежуток сочетная проверка. Мы проверили, что все работает. Тротуары сделаны с надлежащим качеством и работа подлежит приемке. Сегодня будут подписаны акты ввода в эксплуатацию. Также завершены работы по укладке дренажной трубы под проезжей частью на въезде в село Дубовое. Старая была повреждена во время паводка в 2019 году. Тогда стихия разрушила оголовочные части труб и усилила расхождение звеньев. Были выделены федеральные ресурсы на ремонт вот этой вот трубы. Деньги эти освоены. В этом году деньги довели повторно. И мы эти ресурсы сегодня осваиваем. Такую же трубу готовят к сдаче на участке дороги Биробиджана-Мурзет. Работы по ремонту аварийных объектов проведены на средства из федерального бюджета. Благоустройство дорог в населенных пунктах проходит в плановом режиме и финансируется из областного дорожного фонда. В размере порядка 75 миллионов только в текущем году. Андрей Кирюшин, Павел Славин, Новости 21. Черная пятница в Примсоцбанке? Да! С 26 октября по 3 ноября оформив Примсоцбанке кредит до 500 тысяч рублей только по паспорту и второму документу. И получи карту Платинум и до 2500 бонусных миль S7 Priority в подарок. 8 800 350 42 02. По выске по Приморье Примсоцбанк. Генеральная лицензия 2733. Магазин «Женская одежда Эдем» предлагает огромную коллекцию осеннего сезона производства Турции. Большой выбор современных платьев, блуз, рубашек, а также брюки, юбки, джинсы, стильные пальто, куртки и пуховики. Ждем вас в магазине «Эдем», улица Пионерская, 31. Диваны «Оскона». Функциональность, качество, комфорт. Универсальные для современных интерьеров. Разнообразие механизмов. Широкий выбор тканей и расцветок. Уникальных для каждого покупателя. Отлично подходят для ежедневного сна. Эксклюзивно в «Оскона». Шаламалейхима 72, гигант, третий этаж. Нехватка сна приводит к серьезным проблемам. Решить их поможет «Оскона». «Оскона» – это товары для отличного сна. Кровати, матрасы, подушки и многое другое. «Оскона». Шаламалейхима 72, торговый центр «Гигант», третий этаж. Валя и Лера всегда ищут выгоду. Так Лера собрала свой выгодный комплект уютной гостиной. А Валя собрал выгодный комплект своего домашнего офиса. Соберите и вы свой выгодный комплект в магазинах «Азбука мебели». Потолки «Эталон». Двухкомнатное предложение. Ставишь один натяжной потолок. Второй в подарок. Потолки «Эталон». Сезонное обновление в торговом доме «Славянка». Повседневная одежда для женщин. Платье, кардиганы, брюки, туники. На любой вкус и размер. А также одежда для дома. Постельное белье. «Славянка». Шаламалейхима 37. Ждем вас ежедневно с 10 до 19. Когда нужен диван для больших компаний, для уютных вечеров, для самых сладких снов, для серьезных решений. Купи для дома. Когда нужен диван. Болят суставы, обострился артроз, замучили мигрени. На помощь придет Центр Восточной Медицины «Гармония». Иглоукалывание, восстановление после инсультов, массажи и инфракрасная сауна. «Гармония» ждет вас на Дзержинского 20Б. Битумные пятна отмоем. Мутные фары отполируем. Автомойка «Кристалл». Чемчистка салона. Комплексная мойка кузова. В теплом боксе. Заключаем договоры с организациями. Приезжай в автомойку «Кристалл» на Шаламалейхима 27Б. Требуется водитель на самосвал Хова, КамАЗ, ГАЗ, Фотон, Форлэнд. Звонить по телефону 8-964-827-22-71 или 8-924-641-59-53. Все для школы, офиса, детского сада или развивающего центра вы найдете в канцелярском магазинчике «Искра». Карандаши и ручки, тетради и ежедневники, краски и кисти, офисная бумага «Снегурочка». Канцелярский магазинчик «Искра». Горького, 16. Что подарить близкому, если он плохо слышит? Хороший слух – лучший подарок. Запишитесь на бесплатную консультацию к специалистам по телефону. 730. Круглые сутки завершайте покупки. Сеть продуктовых магазинов «Огонек». Удобно, тепло, доступно. Всегда свежие продукты, хлебобулочные изделия и хозяйственные товары. Огонек – ваш уютный магазинчик. Сделай праздник ярче с магазинчиком радости. Гелиевые шары с индивидуальными надписями, бенгальские свечи, товары для праздника. Если нужно, привезем, куда скажете. Магазинчик радости. Улица Шалом Алихима, 27Б. Не получилось отдохнуть на море? Время отдохнуть в релакс-комнате соляной пещеры «Витабриз» всей семьей. Один сеанс вместо трех дней на морском воздухе. Приходите всей семьей. «Витабриз», советская, 68А. В ООО «ПМК Биробиджан» вот стройно постоянную работу требуется водитель бензовоза. Заработная плата по результатам собеседования. Официальное трудоустройство. Полный социальный пакет. Справки по телефонам 8-42-622-75-676. 8-964-479-2842. А вы когда-нибудь пробовали традиционную еврейскую «Гефилт и фиш»? Приходите в кафе «Симха». Два уютных зала. Шикарное меню еврейской и европейской кухни. Каждую пятницу и субботу живая музыка, вокал и восточные танцы. Кафе «Симха». Налей на 19. В медицинском центре «Андромеда» ведет прием взрослых и детей врач-невролог Мошняк Татьяна Валерьевна. Телефон 70190. Улица Бершосе, 2-й километр, 17-б. По всем населенным пунктам до Ленинского, Облучья, Смедович, любую бытовую технику. Доставим в квартиру и распакуем бесплатно. Дополнительный год гарантии и обслуживание после гарантийного срока. Электросалон «Пионерская-29». Бутик «Холст» поможет раскрыть вашу индивидуальность и создать неповторимый образ. Уникальные коллекции одежды из натуральных тканей отличного качества от 40 до 54 размера. Бутик «Холст», Комсомольская, 2. Водитель, помни, превышение скорости, несоблюдение правил дорожного движения чреваты трагическими последствиями. Уважай участников дорожного движения, чти правила, береги жизнь, вернись к своим близким. ООО «Безопасные дороги ЯО». Вместе за безопасность дорожного движения. Федерация бокса ЯО объявляет набор детей в платную группу от 10 до 12 лет. Тренировки проходят на стадионе «Дружба». Информация по телефону 8 904 513 96 22. О завершении навигации для маломерных судов и о приближении ледостава говорили сегодня на Авторадио. Владимир Корчминский, руководитель Беребежанского участка центра ГИМС МЧС России по ЯО, охарактеризовал текущую обстановку на водоемах как нетипичную. На улице тепло, плюсовая температура, поэтому в этом году у нас ледостав затяжной. Но, тем не менее, мы до каникул школьных отработали учебные учреждения, увеличили количество патрульных мероприятий, потому что вода сейчас холодная. И не исключено, что человек, который попал в воду, может погибнуть. Внимание на школах сосредоточили не зря. Как показывает опыт и печальная статистика, основной контингент, находящийся в группе риска, это дети без сопровождения взрослых. На берега в осеннем убранстве все еще остаются притягательными местами отдыха и для взрослых. Почти всегда этот отдых упоительный. Большинство взрослых граждан гибнут в состоянии алкогольного опьянения. Взять сентябрь-октябрь у нас таких происшествий не было, но хочу подвести итог. У нас с начала года произошло 11 происшествий, в котором погибло 12 человек. Ну и в том числе трое несовершеннолетних. Очень печально это произносить, но тем не менее такие случаи были. Во избежание или хотя бы сокращение поводов к печальным фактам, ГИМС совместно с органами власти сейчас актуализирует к зимнему сезону информационные части специальных запрещающих знаков, установленных в особо опасных местах городских водоемов. У нас по городу порядка более 20 водоемов. Вот летний период у нас было выставлено 43 запрещающих знака. Это именно в городском округе. В Биробиджанском районе там порядка более 20 знаков. Руководитель Биробиджанского участка ГИМС также отметил в уходящем сезоне снижение активности граждан в пользовании моторными лодками. Гость авторадио также рекомендовал владельцам грибных лодок снять данное плавсредство с учета, иначе придется заплатить налог в тысячу рублей. В завершении эфира Владимир Корчминский еще раз призвал взрослых к осознанности на берегу и к бдительному контролю за детьми. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Кирилл Богаченко. Новости 21. Второй съезд учителей математики Еврейской автономной области провели в областном центре. 70 лучших педагогов со всей автономией обсудили проблемы и перспективы развития современного школьного обучения в контексте национального проекта образования. Мероприятие стало второй встречей учителей. Первая прошла пять лет назад. Первый съезд был собран пять лет назад. То есть такой огромный период неспроста сложился. Это значительные затраты человеческих ресурсов, ну и, конечно же, материальные ресурсы. У нас масса великолепных педагогов, которые живут математикой, можно сказать, 24 часа в сутки. Они готовы делиться своим опытом. Почетным гостем съезда стал автор учебника «Теория вероятности и статистика», а также заданий по математике для ЕГЭ и ГИА Иван Высоцкий. Специально приехавший из Москвы гость поделился с участниками встречи итогами Всероссийского съезда учителей, который проходил в этом году в Сочи. Все в один голос констатировали, что российская школа созрела и нуждается в вероятности статистики. Что эта линия стала такой же актуальной сейчас в школе, как, допустим, 50 лет назад. Это была дискретная математика. Бурно развивалось программирование. А 150 лет анализ, потому что паровозостроение нужны, кулачковые механизмы. Вот сейчас статистика и теория вероятности занимают все более важную нишу, все более серьезную роль играют. Проведение съезда стало возможным благодаря поддержке секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Ростислава Гольдштейна. Представители партии отмечают, что подобные мероприятия позволяют повысить уровень преподавания математики в учебных заведениях автономии, а это значит и уровень образования школьников. Мы очень рады, что на территории нашей области проходит второй съезд учителей-математиков. Когда к нашему губернатору Ростиславу Гольдштейну, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» в Ростиславе автономной области, обратился институт с просьбой в оказании содействия в проведении второго съезда, он с радостью помог организаторам в проведении съезда. Проходил съезд на протяжении двух дней. В первый, основной день, в ходе пленарного заседания, участники выслушали спикеров, пообщались между собой и обсудили актуальные вопросы съезда. Второй день был менее формальным. В концертном зале Центра детского творчества участникам продемонстрировали небольшую развлекательную программу, основной частью которой стала интеллектуальная игра. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. Денис Листюхин, Новости 21. Денис Листюхин, Новости 21. Лес. Величайшее богатство, данное человеку. И человек же и повинен в его уничтожении. Лесные пожары. Вина обычных людей. Один непотушенный костер сожжет тысячи гектаров леса и убьет сотни уникальных животных. Не допустим лесных пожаров. Если вы стали свидетелем неконтролируемого огня, звоните по телефону 72 200. Денис Листюхин.